Следующее наказание – это предоставление некачественных услуг. Мы о них с вами говорили. Говорили о том, что отсутствует стандарт качества адвокатских услуг, а значит, в Комиссии не с чем сравнивать образец и действие деяния адвоката. То есть только при наличии образца, накладывая образец на деяние адвоката, мы можем увидеть, нарушено или не нарушено. Так как такого образца нет, адвокатов наказывают за все, что он не сделал или сделал, но нехорошо по отношению к своему доверителю. Вот здесь одна из значимых проблем. В 2009-2010 году она стала очень актуальна. И последнее – это финансовые нарушения адвоката. В данном случае имеется в виду незаключение договора с клиентом. Весьма распространенное правонарушение, когда адвокат заключает соглашение де-факто, а де-юре его не оформляет. То есть не оформляет это каким-то документом определенным. Адвокатские получения жестко за этим смотрят, и если такого документа нет, адвокат привлекается к профессиональной ответственности. Ну, пожалуй, из самых таких распространенных видов профессиональных нарушений... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!